я пришел открыл рот сел в кресло сел в кресло открыл рот посмотрел осмотр волосы рта и вылетел ему план лечения на 800 тыс он лечится есть но он не заплатил деньги если экстрим раньше платил даже не платит сейчас что это означает им обоим понравилось когда-то клиентское впечатление не понравилось или не понравилось ни хисть клиентское впечатление которое не конкурировалось в деле не когда-то это означает что не только парень плохой а впечатление плохое американцы опять же лекции что они ссылались по лучшим мире маркетинг они просаживали ощущение есть реальность впечатление и есть реальность в кировской области есть такая сеть заправок движения они главные конкуренты и они когда меня нанимали говорят у нас большая проблема люди подъезжают на лукоил и заправляют полный бак к нам приезжают и заправляют 10 литров за время на лукоил я говорю почему потому что они считают что бензин у них хороший а у нас плохой решает только клиент если вы приходите в ресторан и вам не вкусно и эти две категории они очень важны есть этого актуально это человек которого есть клиентское впечатление и он нам сейчас платить это хорошо на этом все заканчивается не заканчивается нам нужна категория клиентов которые называются лояльные клиенты и лояльные клиенты с точки зрения клиентов с личного марки без какой-либо философии этот человек который а имеет клиентское впечатление от взаимодействия с нами который платит нам деньги и который готов нас рекомендовать ключевая не значит что рекомендует мы очень часто коряло просим или не просим вообще да но это человек который готов нас рекомендовать то есть по сути дела если говорить вот тем самым языком для десятилетнего ребенка то это человек который говорит я знаю кто ты я понимаю и ценим твое обещание давай об этом разговаривать так вот это уже клиент уже потенциальный клиент уже называется вот очень интересная штука хорошо если мы рассмотрим это еще под большим микроскопом еще под большим зумом то мы увидим что в подавляющем большинстве случаев у бизнеса есть пять шагов которые по отношению к нему делает клиент и на каждом из шагов я советую составе список того что разумно сделать чтобы на каждом из шагов он двигался дальше первое у клиента есть какой-то опыт и установка установка мировоззрение что он думает о нас у клиента под названием Александра Викторовна есть ощущение что Харли Дэвис это отличание ада да попробуй мне продать не трудно а у кого кто считает что Харли Дэвис это очень круто и более чем да это очень просто вот например какие-то люди в вашем случае думают слушай Викторик ну какой нафиг зарубежное образование современной современной ситуации экономической ситуации это именно установка понимаете да а вот в другую очередь есть установка почему там в России могут научить там казанский университет там в Думу университет там как ректора посадили вот другое дело что вот вот в Италии установка мы один так думаем другой так вот поэтому мы имеем дело с этой установкой и вы же прекрасно понимаете когда мы имеем выбор 궁금TON иногда говорят про Филиппу Котлюрдов полвозраст покупательская способность человек может не по полу и по возрасту в доступ на пузыр попадать но по установкам не проскочит да вот например я я попадаю по полвозрасту покупательской способности в поход в Харлоке ну я тотально не терплю Харлоке мне кажется и ерунда понимаете это странная вещь потом после этого есть выбор поставщика Если проскочили установки, человек начинает выбирать. И выбирает каким-то странным образом. Кто-то выбирает рекомендации, кто-то выбирает фишек в интернет, кто-то читает книжки, кто-то в курилке услышал какую-то информацию. Человек по-разному выбирает, прямо скажем. Если он проскочил какой-то первичный фильтр, то после этого он переходит в стадию, которая называется тестовое взаимодействие. Тестовое взаимодействие – это первичное посещение, говорят стоматологи. День открыт двери в фитнес-центре, первый приходит в ресторан. Первое взаимодействие с этим человеком. Во время первого взаимодействия человеку должен очень нравиться те впечатления, которые он получает. Очень. Если этого не происходит, он, говорит, до седозки уходит. Поэтому если человек пришел впервые, то мы продаем ему еще раз говорю не товар, не услугу, а впечатление, которое он получает в этом взаимодействии. Это очень чудо. Американцы говорят, дизайн клиентов впечатлений. Мы составляем прямо проход. Если это B2B, то как вырубить его проход, как он фаркунит машину, как он заходит, какую донплость, все финансы, театрализация происходит. После, если он прошел в этот период, то происходит повторная поставка, повторная папука, и, наконец, мы его уводим на рекомендацию. И он рекомендует туда, вот сюда. То есть, новым людям он рекомендует его и философию. Вот это кастом-мажор занятия, или карта клиентского пути, которая корректна для большинства бизнеса. Наша задача – составлять конкретные действия, которые мы делаем, для перехода на следующий уровень. Потому что на одном уровне заварится, ничего хорошего не будет. Ну, вручу, разобью. Спасибо дедушке по имени Филипп Ходжер. Мне кажется, он в свое время сделал доброе дело, а сейчас я на мнении права его всерьез воспринимать. Маркетологи, чем аркетологи, не на люди, которые хотят, чтобы он был на рынке. Насколько счастлива приедут его? И, конечно, просто приедут на рынке. И тогда, если это будет просто без дизайна, без выдающегося клиентского опыта, в одновляющей большинстве случаев, это будет одноразовая попытка. Одноразовая. Вы знаете, иногда используют битнес и понятие «сделка». Вы слышали слово «сделка». Я вообще не хочу это обучать. Сделка – это выживание, значит, что сделка. Сделка очень похожа на, например, бабушку на полустанке, которая продала тебе чемурек, и ты поехал дальше, и бабушке все равно случится, что у тебя понос на следующей станции. Да? Я очень прошиваю место. Сделка – это спроситель. Это одноразовая история. Возможности есть, но не надо было бы на руку. Это лучше гораздо стратегия жизни. Долгие абонентские платежи в члене сей жизни. Понимаете? Это очень хорошая вещь. Воспринимайте, пожалуйста, любого клиента как платиновую шахту, из которой вы все время добываете. Иногда это говорят хорошими премиумами LTV, когда слышали «lifetime value» по жизни на стоимость клиента. Вот человек заплатил тебе хоть какую-то копеечку. Следующий вопрос – «А сколько денег он принесет пока он живет?» Хороший вопрос, да? «Сколько денег он принесет пока он живет?» Если мы хотим долгих отношений, напоминаю, главный вопрос – «Выберите ли меня Майклея?» Да? Если мы посмотрим на все выдающиеся бизнесы, которые у нас могут, например, люди любят iPhone. Я люблю аэрофон. Аэрофон. Мне очень нравится частная школа, куда будет мой сын, например. Мне очень нравится все эти заправки, которые называются, от другого рода. Интересные вещи. Вот. Поэтому маркетологи хотят просто, чтобы было много клиентов. А что хотят клиентологи? Давайте я вам скажу это так. Клиентологи хотят, чтобы клиенты были счастливы, чтобы они были успешны, чтобы они росли. То есть, давайте еще раз вспоминаем. Кто бенефициар? Мы думаем, если бенефициар мы, мне бы бабусиков. То впарил, и дальше права не растет. Да? А если бенефициар твой клиент, напоминаю, кто это? Это человек, ради которого ты создал этот бизнес. Ты задаешь контринтуитивный, контркультурный вопрос, который люди редко себе задают. А что я вам даю ему дать? Да? У Василя, я в этом классе проводил срочечные сессии, я не могу посмотреть. И когда собираюсь срочечные сессии, я очень часто говорю, а как бы нам с клиента больше денег взять? Я когда проводил срочечные сессии, говорю, а как бы нам клиенту больше ценностей дать? Смотрите, не взять, а дать. Потому что если ты дашь, она вернется, ты даешь ценностей, тогда возвращается. Богатство, что это формула богатства? Дай много ценностей большому количеству. Поэтому наша задача дать огромное количество ценностей. Огромное. Вот, дай много ценностей, все хорошо. Что такое эволюция? Мы вообще не используем в нашей компании слово воронка, это не воронка, это умели, все возможные продажи. Мы говорим либо на английском манер слова grow, либо эволюция, а гроб как рост. И по большому счету, получается, очень простая речь. Клиент, который нас не знает, превращается в клиента, который нас знает. Тот, кто нас знает, превращается в того, кто к нам хорошо относится. Тот, кто хорошо относится, превращается в того, для кого мы приоритетный поставщик, для которого мы номер один, для которого мы глав. Вот задача провести клиента. Не товары продавать, а управлять его впечатлениями. Из не знаю, знаю, из знаю, хорошо отношусь, из хорошо отношусь, в любом виде пласты, я знаю, что я не делаю. Все, отдав товар, он как бы вторичен. В теории, удары на офисе, не получается. Давайте, последний такой слайд, совсем, что просто было понятно, на техническом уровне. То, что называет понятие лояльность, оно существует в трех видах. Первое, это то, что можно назвать, как-нибудь, рациональная лояльность. Рациональная лояльность, она строится на основании транзакций. То есть, иными словами, за каждое действие, которое вы хотите поощрить в человеке, вы его как-то вознаграждаете. Вознаграждаете баллами, вознаграждаете скидками, вознаграждаете финиками, яблой, и тому же, вероятно, всегда у нас. То есть, ты купил за сам факт покупки на тебе баллы. Ты кого-то привел за факт того, что ты привел на тебе баллы. Я уже не знаю. Ты что-то еще сделал на тебе. Вы просто помисываете, что вы хотите, и за каждое действие вы вознаграждаете. Давайте будем честны. Вы с такими программами сталкивались в огромном огромном количестве. Они работают только в одном случае, когда они работают самостоятельно. Если то количество баллов, или то количество стиля, которое человек покупает, для него значим. Для него значим. Вот, я знаю, что когда я на руках есть у Су. У них есть очень странная программа, воятости. Она называется «Любивый продукт». Ты приходишь, например, и говоришь, назовите «Любивый продукт». «Бедро индейки». И в следующий раз, когда ты пишешь, «Любивый продукт», по нему будет 20%. Слушайте, вот я всерьез буду заморачиваться на такую форму, что мой любимый продукт, и в следующий раз им убрать, чтобы заплатить не 450 рублей, а 400 экс рублей. Это вот мне надо. Она говорит, назовите вашу карту, открою на телефоне. В БТИ, вы играете даже не хочу. Знаете, если вам говорят, «Подпрыгнешь, дай анализ тала, не знаю, давай изберем тебе объем талии, из этих 20-40 рублей, включен декоративный продукт. И всему без интересный. Ну, например, золотая карта Аэрофлота, которая там снационирует, вот это мне нормально, потому что мне эти милии начислили, я эти милии получил, вот я к вам хотел экономический класс, но прошел через бизнес-зал, особая регистрация, там много флюшек, которые я ценю, понимаете, да? Потому что рациональная лояльность не понимает только в том случае, если они получают, что это действительно для себя значит. Кроме рациональной программе лояльность, я очень советую прикрутить эмоциональную программу лояльности. Эмоциональная программа лояльности. Человек, еще раз повторяю, цифровый мир аналоговый, и мы задаем себе вопрос, а что мы хотим, чтобы он даже не думал о нас, а чувствовал о нас? И мы пытаемся создать этот дизайн, принять впечатление, чтобы он испытывал ту гамму чувств, которая без нас для него будет дефицитарна. Ну, то есть, имею в виду словами, например, вы консультируете, например, по финансовой грамотности. Ну, к примеру, много тут людей, которые могут консультировать по финансовой грамотности, но с этим человеком, с этой женщиной, не комфортно, потому что просто и понятно. То есть, много обаятельно-харитематичных людей, которые называются как амадар. Но с вами, например, ну, это не так уж как-то и... пафос, к примеру. Или, наоборот, здесь особенно смешно, у него классное чувство юмора. И человек не выбирает по тактико-техническим характеристикам проем слоя катастрофи, да, вот мне с ним комфортно или некомфортно. Мне с ним хорошо или нехорошо. Человек, еще раз говорю, он живой, поэтому очень часто человек выбирает вообще не через рацию. Когда вы называете своего ребенка, учите вот Excel, пабличку, сравниваете, говорили нам лучше. И мацанаты так звали мою бабушку, я не знаю, ни в коем случае так звали мою бабушку. Там фразы бывают, и поэтому еще ладно. И, наконец, поведенческая лоятость. Что такое поведенческая лоятость? То есть поведенческая лоятость это тупо привычка. Тупо привычка. И наше назначение заключается в том, чтобы стать привычкой этого человека. Вот это вот лучшая форма матрика. Самая лучшая форма матрика это стать привычкой этого человека. То есть я болельщик футбольного клуба Рома. Да? Я армониста. Я, кстати, сегодня увидел надпись, гулял немножко. Какое-то время я был в Казани и хотел просто погулять. Пошел. Да? Китайский квартал. Очень красиво. Очень хорошо. И там была надпись «Ты и есть Тадостан». Ты и есть Тадостан. У римлян также. Футбольного клуба Рома славян Сиамо Арома. Мы и есть три. Известно. Прямо один в один. Вот мне наконец-то нравилось, что я в ЕС-3. Да, вот интересная такая история. И себя саморетифицирую таким образом. То есть Рома для меня ключик. Играет Рома, все, ничего другого, вечером нет. Да? То есть еду куда-то, я еду обязательно в футбольный матч, съел кальше. Да, покупаю какие-то Санческо Тонти, Далерли-Роси, какие-то манки. Это моя ключик. Понимаете, как я это сказал? Вот кафе около моего дома. Кто не собирается? Ключик. Туда ходить, позавтрак, позавтрак. Понимаете? Я вообще не очень обращаю внимание на одежду, где так на асфальте не буду много сидеть. Но моя жена взяла нашествия, постоянно говорит, что человек публично какие-то одежды покупает. И вот там Рай-Филарен называется Брайник, ну типа нормально, по статусу положено. Я даже не только говорю, я прохожу, если вижу там Рай-Филарен, я не без внутренних денег, то покупаю. Привычки. Как я здесь говорю? Мы все собственно из привычек. Объединительные заправки, там ультра встаем и думаем так, как почистить зубы? Слева на право, справа на лево, а сверху вниз? Кого мы передать не включаем, на машине выключим. Телефон разбиваем, выключим. Поэтому, если мы сможем сочетать на инструментальном уровне, когда люди, которые взаимодействуют с нами, заказывают итерацию, получают какие-то физические выгоды, если мы сможем сделать так, чтобы взаимодействуя с нами, они испытывали приятные для себя эмоции, которые трудно найти в другом месте, если мы сможем сделать так, чтобы мы становимся его привычкой, на техническом уроке делаем 1, 2, 2, 3. Это и есть, наконец. Вот. Да. Извините, все три или одна из моделей? В идеале все три. Но можно быть и одна. Вообще, одна самая лучшая это монополия. Потому что если у вас есть что-то, чем нет других, то это автоматическая модель. Это линейческая, скорее всего. Ну да. Ну вот там, как все. В сегменте, например, самый лучший магазин, какой-то магнит не побеждает. А в сегменте самый близкий к моему дому магазин, да, я не побеждаю. Это называется локальная монополия, да. А есть там эмоциональная монополия, типа айфона, да. Не то чтобы это самый лучший, а самый эмоциональный, близкий. Хорошо. Давайте попробуем со всеми закончить. На блюдении, которое у меня есть, мы можем называть совершенно по-разному те продукты, те услуги, которые мы продаем. Я ввел четыре градации, в зависимости от того, какую градацию подать, то, что вы продаете, у вас может быть немножко разная стратегия лояльности. Первая градация, это как то, что вы продаете, называется необходимое. Вот прямо запишите, поскольку. Необходимое. Ну, например, совершенно разные продаются сейчас на здоровье, и они тебе подают какую-то необходимое. Ну, например, колеса вы меняете, зимних на лето. Типа, это нужно сделать. У вас завалял зуб, вы вели в стоматолог. Это нужно сделать. У вас плохое зрение, нужно купить оправу. Это нужно сделать. В том слове, вы промываете свадьбу, там она нужна, где-то нужно понять. Да? Вот это уже просто. Или вы промываете мероприятия, какие-то стикеры нужны. Это нужно сделать. То есть в разном бизнесе нужно сделать, оно как бы маски все. Это одна категория. Вторая группа продуктов, которые вы продаете, я называю это понятием «блажь». Не знаю, то ли это слово, но «блажь» это не обязательно. Например, какой-то бренд купить одежду. Не обязательно, но оно прикольно. Купила красную косточку, не обязательно, но прикольно. Заказала не просто такси эконома, а такси бизнес-класса. «Блажь» приходит. Я знаю человека, который недавно купил припопечку, ну реально мой сосед, покупает припопечку, Семен Розун, его Семен Розун, афига это назвал. Везде куча магазина покупает. «Да я вот сейчас посму тесто, буду вот это долгий синий, потом я буду смотреть, выгородит три раза, когда сделаешь максимум, и вы просишь. Это «блажь» понимаете, все. И у людей огромное количество денег брать в «блажь». Дверьте категория, это то, что я называю «деньги за деньги» или «выгорода за выгорода». Но в смысле, я здесь наличие. Ребят, многие компании, которые занимают меня на консалтинговые пары, и платят мне деньги, а они думают, что это ничего, ничего не хочу. Правда? Деньги за деньги. И в этом смысле я похож на «станком». Потому что я покупаю «станком», они тоже думают, что «станком» они заработают больше. Или, например, вот мой сын ходит в частную школу, недешевую, прямо скажет, да? И я думаю, что те деньги, которые я плачу, создадут ему какую-то среду, которая потом ему в жизни поможет. То есть, или мы думаем, некоторые люди, например, что «я иду в фитнес-клуб, я терпеть, не могу заниматься сформой, но это моя инвестиция в здоровье». То есть, это деньги за деньги или выгоды за выгоду? Или деньги за выгоду? И последняя категория я называю ее «смысл». Я называю ее «смыслы». Это когда какое выгодение для пророщения не необходимо. Это мой футбольный турбок. Да? Потому что это же не смысл, но я себя идентифицирую как романист, но не как я. Или, например, не дай бог, кто из ваших близких заболеет. Какая выглядит сидеть и утренеть, когда я вам подалеку будет выглядеть, понимаете? И влажные и папа. Правда? И да, я просто думаю, на несколько, можно даже на несколько. Но вам кажется это важно? Вам кажется, это важно вот сейчас делать для этого человека то, что нужно сделать? Смотрите, какая интересная штука. Когда человек покупает то, что он считает для себя необходимым, он никогда не переплачивает большие деньги. Он платит деньги по рынку в лучшем случае. Когда человек покупает влаж, он готов здорово переплатить. не астономические деньги, но готов переплатить. Полный. Так. Когда человек покупает деньги за деньги, он взвешивает, принимает решения, воспринимает как важную трату, и он готов здорово платить, прямо здорово платить за серьезную остановку, серьезные консалтнеры, за серьезное образование, за серьезный получен. Вот. и он не сиделет в том, что это принесло ему пользу, он прямо ответственный к этому вопрос. Более того, он готов заплатить даже эти деньги, которые поменят. Он готов взять кредит, он готов занять, и так далее, и так далее. И за смыслы человек платит практически все, что он будет. И времени, и гамм, и так далее, и так далее. Мой совет в конце, да, он очень любопытный, когда мы говорим про лояльность, не забываем, потому что лояльность равно верность. И на уровне философии надо понимать, что если мы хотим верность людей недавно, на философском, мировоззрительном уровне будет настроено на то, что будет отдающим, не только верующим, но и отдающим. И нам надо понимать, что если мы продаем товар, то лучше продавать услуги. Если продаем услуги, то лучше продавать впечатления. Если продаем впечатления, то лучше продавать полуетность жизни. Я вам проявляю. Вот это, когда вы собирали, от необходимого в блажь, от блажи выгоды за выгодой, от выгоды за выгодой за смыслом. Но вот круга, который мы разбирали, а я говорю, как привлажать людей? Ну, это же не необходимо, Продолжение следует...